Дневник натуралиста Я расскажу в этом видео Первое, чем мне хочется поделиться, это то, что мне удалось наконец записать голос чижа, маленькой такой птички, с помощью вот этой моей параболы телинга И при этом птичка сидит в кадре Не идеально, но по крайней мере гораздо лучше, чем то, что у меня было, а у меня почти ничего не было В прошлом году чижей было очень мало и не попадал я, не получалось мне найти их и не получалось заснять В этом году тоже не без приключений все, но вот что получилось Субтитры делал DimaTorzok Ну и конечно, кроме чижей сейчас поют и другие вьюрковые птицы, и не только вьюрковые В первую очередь это вот щегол Похоже он даже поет И я когда услышал в этом году первый раз песню щегла, на мгновение подумал, что это чиж Хотя их песни, конечно, отличаются И самое главное, это вот эта вставочка У чижа Похожая на более тихую и ухудшенную версию вжиканья зеленушки Ну вообще, конечно, голоса птиц марта Вот отдельный ролик есть год назад, я выпускал И кто сейчас слышит, птицы не совсем понимают, кто поет Обязательно этот ролик посмотрите Там все более подробно Кроме того, вот недавно был выпуск на канале про снегиря И уже после этого удалось неплохо записать его позывку Ну а кроме того, я еще планирую на канале выпустить много коротких роликов Которые меньше одной минуты длительности Они будут выходить, наверное, часто Может быть раз в день даже, я пока не знаю Для того, чтобы в них был только голос птицы Потому что меня иногда часто ругают, что слишком много болтовни Когда я рассказываю про голоса птиц И вот как раз для такого случая будут отдельные ролики вертикального формата Так называемые шорты С голосами птиц Поэтому если кто-то очень Человек занятой И у него стоит колокольчик То, может быть, имеет смысл его отключить А кто хочет прямо сразу получать уведомления И не сразу смотреть, и есть время и желание То, наоборот, его нужно нажать Вот этот самый колокольчик Успею я или нет? Пока что я даже вот дневник электронный писать не успеваю Поэтому в записную книжку заношу данные Вот, например, сегодня я повесил от Александра из Бобруйска Новые домики для белочек Два бельчатника повесил И самое главное, синичник повесил А еще у меня два советника из Беларуси лежат Такие классные И я вот жалею, что они не пришли осенью Потому что, конечно, совы уже давно определились Как правило, большинство С местом для жилья и выведения потомства В частности, уже кричат некоторые совы Поют, если можно так выразиться Серый неяс, например Своеобразные звуки издает сейчас Ну и у серых неяски уже птенцы в это время есть И это даже в каком-то смысле норма И для московских, и для рязанских Софта крана Такое раннее появление потомства Напомню лишний раз, что если вы встретили такого совенка Который не умеет летать Спасать его не нужно Максимум можно пересадить На ветку какую-нибудь Чтобы Четвероногие хищники его не достали Ну а больше ничего не требуется Так вот, у них получается Выведение потомства приурочено Возможно, к массовому или не массовому появлению Или доступности грызунов Когда вот сходит снег И уже легче их получается добывать Кроме того, если взять, например, крыс Которых в последние годы все больше Становится в некоторых московских парках То у них уже подрастают достаточно крупные крысята Крысята уже размером Как с две мышки Такие они хорошенькие Выглядят замечательно Главное, чтобы они оставались Более или менее дикой Условно дикой природе И послужили кормом для сов Которых вот в этом году Стало больше Больше И в некоторых местах даже Бородатую неясыть отмечают Где раньше не было Все больше в Москве гнездится Ну, надеюсь, еще загнездится Длина хвостых неясыти Пока что одно точно я знаю Гнездование было в прошлом году Но вот зимой останавливались И длиннохвостые неясыти В разных парках Москвы И, наверное, это показатель Обилия каких-то грузунов В предыдущие годы Ну и надеюсь, им будет есть Что и в эти годы Да, но если для сов Скорее всего уже поздновато Вешать домики Но вешать все равно можно То для большинства Некрупных дуплогнездников Особенно для перелетных Ну и не только И для оседлых птиц тоже Типа синиц Еще не поздно повесить синичники Синичники, я напомню Это домики, которые Немного меньше размеров Размерами, чем скворечники И у них диаметр литка 35, 32, 30 мм Это нужно, чтобы избежать Конкуренции с более крупными Дуплогнездниками И я недавно вот наблюдал Лазоревку, которая даже пыталась Как-то под себя подстроить Поддолбить естественное дупло То есть, несмотря на обилие домиков Которые есть, например, в Царицынском парке Все равно синичников не хватает Потому что лазоревки Не очень охотно гнездятся В скворечниках Где диаметр литка 50, 55, а то и даже 60 Некоторые делают Миллиметров, чтобы туда все пролезли Ну а как все Вот тот же сычек, если залезет То все, это будет последняя ночевка Для лазоревки или большой синицы Поэтому, да, они занимают, конечно Все равно занимают такие И дуплы, естественно И домики Но с гораздо больше охоты Они будут селиться в дуплянках И в синичниках С маленьким диаметром литка Ну а другие синицы Ну их таких у нас немного По-моему, практически Два вида только И то их Из семейства синиц Постоянно пытаются изъять Кстати, ролик Есть хорошее семейство Синицевых на канале Но в частности Вот синицы длиннохвостые Или ополовники Они совсем не зависят От дупил Потому что они гнезда бьют сами Об этом, кстати, был хороший ролик Еще отдельный Гнездо ополовников Вот, а сейчас, между прочим Нужно очень внимательно следить За парочками Ополовников Тем более, что они постоянно Голос подают Потому что они сейчас Уже начинают строить гнезда Вот сегодня 21 мая И я смотрю, как-то чирикуют Шебуршатся ополовники И постоял Где-то с минут 15-20 Последил И сейчас снимаю Как они строят Ну, пока вот уже вечер К сожалению, они стали редко прилетать И я поэтому пользуюсь моментом Чтобы записать обзор И очень высоко гнездо Метров 12 не меньше То есть 13 от земли Расположено у ствола В мутовке березы И я так боюсь Что вороны, скорее всего Его разорят Уж слишком высоко они делали Не то, что, кстати О половнике, про которых я снимал ролик Там была высота всего Метра 2-2,5, по-моему, от земли И для птичек Спокойно И для съемки Удобно было Так что Весна приближается И я не знаю Как у меня будет Со временем для монтажа Потому что Я стараюсь Как можно больше времени Проводить на улице Тем более С каждым днем Появляются новые голоса Вот сегодня Буквально ночью Открыл окно Еще темно 4.25 И слышу Поет Черный дрозд Первая песня В этом году В царице не было Черного дрозда Но я его записывал Уже ранее Как раз в этом парке С параболой и без Вот можете послушать Песню, что раньше записывал Субтитры сделал DimaTorzok И это была полноценная песня Черного дрозда А до этого Они так Бормочут в полголоса Я называю это Чревовещание И при этом Когда они Вот эту песенку Бормочут В полголоса Они иногда Еще у них Проскальзывает Даже Голос Тревоги Громче Чем остальная Часть вот этой Чревовещательной Мелодии Ну и кроме Черного дрозда Еще Также Чревовещать Бормотать Могут Дрозды Рябинники Дрозды Рябинники Так Бормочут Кстати И осенью Даже Иногда Когда Солнышко Зимой Могут Бормотать Ну и Черные Дрозды Тоже Ну и Вот такая Мелодичная Сегодня у нас Получилась Зарисовка Дневник Натуралиста Ой Чуть не забыл Дневник Натуралиста Напомню Что у меня Вышла Недавно Ну относительно Недавно В прошлом году Книжка Про подкормку Птиц И Вышла В этом же году Книжка Второе издание Определитель Полный определитель Птицы Москвы Подмосковья Там 29 видов Добавилось Друзья Если вдруг кто не видел Ролик Гляньте И посмотрите Может быть Имеет смысл Прошлую книжку Кому-то подарить А себе Купить Новую Все эти книги Недорого Относительно Там Тысяча с лишним Рублей Продаются В разных Магазинах Типа Лабиринт И Озон У меня С автографом Тоже можно Приобрести Но у меня Книг Немного Осталось И Их можно Приобрести Только в рамках Поддержки Канала Это действительно Важно Потому что В том числе Благодаря этой Поддержке К сожалению Не полностью Далеко Я недавно Все-таки Обновил Камеру У себе Взял Специальную Для видеозаписи Canon R5C Версия Она с вентилятором Для того Чтобы можно было Снимать При Сильных Положительных Температурах Когда уже Выше 20 градусов А уж По 30 Тем более Камера R5C Просто без Версии Си Она От перегрева Выключалась Вот А здесь Есть Вот этот Вентилятор К сожалению Есть Не только Положительные Но и отрицательные Качества Этого Фотоаппарата Я о нем Расскажу Об этих Качествах Расскажу Скорее всего В ближайшее время На канале Вещи Вишневского Ну а вы Находитесь На основном Канале С вами был Василий Вишневский Всем пока Спасибо за вашу поддержку Всем добра Спасибо за субтитры DimaTorzok